Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 июня. Страдания Святого Великомученика Иоанна Нового. Много святых мужей своей богоугодной и добродетельной жизнью, давших нам пример для подражания. В числе их находится и настоящий угодник Божий, не меньше первых, хотя и последний по времени. Владыка Христос почтил венцами не только мучеников первых веков, но и ныне, в последние времена, открывает дверь Царствия Своего тем, кто сего ищет, удостаивая их той же славой и дарований. Итак, начнем повествование о Святом Иоанне, доблестном воине Христовом, исполненном благодати Святого Духа, кто он был, откуда родом, и как сподобился ликой венца мученического. Родиной этого мужа был Трапезонт, славный великий город, лежащий в странах восточных, близо с Сирией и границей Великой Армении. Изобилуя всем необходимым, этот город служит удобным пристанищем для кораблей, отовсюду приплывающих к нему. Жители же его, имея пребывание свое при море, занимаются торговлей и мореплаванием, откуда и приобретают себе средства к существованию. Так точно и блаженный Иоанн занимался торговлей, совершая частые путешествия по морю к разным городам. Однажды пришлось ему с значительным запасом товаров войти на корабль иноземного мужа, который родом был Фряк. Фрягами называли старину на Руси преимущественно генуэссы, потом западные европейцы вообще. Веры невосточного исповедания, нравом груб, немилостив и бесчеловечен. Во время плавания святого всем мужем начал враг дьявол завидовать непорочной жизни Иоанна. Он едва переносил добродетельную жизнь блаженную, видя его молитвы и пост, благонравие и доступность для всякого, милосердие к терпевшим нужду на корабле и к тем, кому приходилось болеть. Раб Христов утешал таких людей, подавая им необходимое от своего достатка, простирая им щедрую руку с помощью. С глазами, полными слез, говорил он себе, «Если окажешь милость страждущему брату, будешь и сам помилован. Если утешишь скорбящего, и сам сподобишься утешению от Бога». Невидимый враг видел это, завидовал и пытался оказать препятствие святому на пути ко спасению. Прежде всего он умыслил отторгнуть его от благочестивой веры и вооружил на него врага видимого, начальника корабля, державшегося другого исповедания веры. Последний начал досаждать правоверному рабу Христов спорами о восточном православном благочестии. В многочисленных словесных прениях о вере, которые были между ними во время морского пути, святой Иоанн, как человек весьма мудрый, искусный в книжном учении, всегда одолевал фряга и обличал его неправомыслие. А тот гневался на неодолимого воина Христова, раздражался, досаждал ему многими укоризнами, и, чувствуя вражды, замыслил на него зло. Когда возгорелась в нем такая вражда, корабль пристал к берегу у Белграда, близ Босфора. Там злой корабельщик пошел к местному градоначальнику, родному верою Персу, усердному хранителю своих отеческих преданий, и развел перед ним такую клевету на святого Иоанна. Начальник, со мной на корабле прибыл всегда муж, который желает, отказавшись от христианской веры, преданной отцами, приступить к вашей вере и быть общником ваших преданий. Во время морского пути он известил меня об этом, и многими клятвами подтверждал, что не переменец твоего намерения. И если ты позаботишься скорее привести его к единоверию с вами, то тебе будет великая похвала от твоего народа, ибо этот муж весьма искусен в слове, и среди знатнейших вельмож города Трапезонда не последний. Услышав это, нечестивый начальник исполнился радости. Всем на обычном судебном месте он повелел с почетом привести к себе блаженного Иоанна и сказал ему, «Я много слышал о тебе, почтенный муж, слышал, что ты возлюбил нашу веру и хочешь приступить к ней. Наша вера имеет предметом размышления, честное и зажигает любовь к себе сердца тех, которые разумеют ее, принимающим ее с радостью она подает благополучную жизнь и долголетие. Христианская же вера достойна от смеяния. Почтенный друг, немедленно отложить ее далее от себя и во всеуслышание перед этим всенародным собранием, похули христианские предания и законы. Потому и сошлись сюда все вместе, не исключая жены и детей, что слышали о твоем желании исповедать нашу светлую и преславную веру. Иди же, о чудный муж, стань вместе с нами, ихнейшим голосом прославствие тазарное солнце, воздай честь звезде, предшествующей солнцу, и принеси жертвы небесным светилам, озаряющим вселенную. Тогда ты удостоишься многих почестей и великого сана от царя нашего. Нам же будешь искренним братом и насладишься жизнью, приятной всем людям. Пока правительство смеси злобы и коварства говорило отельстивые слова, святой Иоанн, возведя вверх мысленные очи, призывал на помощь владыку, сказавшего, когда поведут вас перед царей и князей ради имени моего. Не заботьтесь наперед, что говорить или что отвечать в тот час, ибо дастся вам слово, которому не могут состояния противиться все, противящиеся вам. Потом возрев нам учителя с чувственными очами и протянув безбоязненно руку, сказал в ответ, «Мне думается, что ты явно лжешь, о начальник. Не говорил я, что хочу отречься от Христа моего, да не будешь со мной и сего, да не попустит Господь мой Иисус Христос когда-либо даже мысли о всем во мне. Это умышление врага истины, твоего отца, сатаны. Войдя в тебя, как в твой истинный сосуд, Он через тебя беседует со мной, надеясь привлечь меня к погибели, и принуждает меня отступить от истинного Бога, Создателя, как иных всех видимых и невидимых тварей, так и самого этого Солнца, которое ты чтишь как Бога, прещенной властью тьмы. И в безумии воздаешь твари ту честь, которая подобает воздавать самому Богу. Не прещай же меня, склонись и ко лжи, а напротив, узнав сам от меня таинство истины, отложи, прошу тебя, лежащую на душе твоей мглу нечестия, исподобись быть Сыном Света, воссияв ярче солнца зарею божественного крещения, и не считай Богом солнце, видимое на небе, но знай, что это светило огненного свойства, поставленное Создателем для служения людям и сотворенное в четвертый день, а Создание разве может быть Богом? Сказав это, святой Иоанн воздел руки и возвел очи к небу, и во всеуслышание воскликнул, да не отрекусь от тебя, Христа, Спасителя моего, с безначальным твоим Отцом и с Пресвятым Духом, славимого Бога. Не поклонюсь солнцу, не послужу огню, не принесу жертвы звезде, которые языческие баснословия называют Венеры, одноименно с блудной страстью. Так говорил мученик твердым голосом и с радостным лицом. Распаляемый огнем внутреннего гнева, мучитель часто менялся в лице и не мог слишком долго терпеть слов мужа, говорящего противного ему. Ибо святой Иоанн среди многочисленного народа прославлял того Христа, которого начальник хулил, исповедовал его истинным Богом и до конца уничижал и не излагал нечестивую веру, или вернее сказать, обольщение правителя. Тогда мучитель повелел воинам сорвать с мученика одежды, что воины исполнили тотчас же, скорее слово. И стоял святой на гимн во Христа обличенном. Потом повелел начальник положить перед мучеником множество палок и сказал ему, «Ты обещался не басни повествовать, а отречься от твоей неполезной веры, и усердно желал присоединиться к нашей светлой вере и украситься нашими законами, оставь же свое продолжительное злоречие и вспомни, что обещал. Присоединись к преславной нашей вере и поклонись святозарному солнцу. Если же этого не сделаешь, то за нашу выдающуюся своей благостью веру не только этими жезлами раздроблю твое тело, но и иными лютейшими муками, невыносимыми для человека. Буду тебя мучить и, наконец, предам тебя горчайшей смерти». Святой мученик сказал в ответ, «О, мучитель, исполненный всякой скверны, я небоснословец, а раб и проповедник истинного втроица славимого Бога, в которого научился веровать от прародителей и родителей моих. Ныне ему одному поклоняюсь, ему приношу жертву хвалы, его признаю и исповедую создателем всего. Его ожидаю, как судью живым и мертвым. Он придет воздать каждому по делам в то время, когда по велениям его померкнет это видимое солнце, поставленное на служение людям. Поэтому не надейся слышать от меня что-либо иное, что сначала сказал я, то и ныне говорю. Да коли обладаю умом и управляю моим рассудком, да то ли не буду почитать тварей вместо Творца и не поклонись созданию вместо Создателя, а затем немедли делать неправды, делатель, явно обнаружить скрытый в тебе пёсий и бесчеловечий нрав и освободи себя от забот об изобретении на меня мук. Каким угодно способом мучительства и смерти посылай меня к владыке Богу, к которому я сам стремлюсь. Что хочешь делать, делай скорее, чтобы слуху моему не слишком долго оглашаться твоими нечестивыми речами, о которых сказал пророк я таспида под устами их. И очам моим не смотреть долей на твоё всескверное лицо. Вот обнажённая плоть моя готова к мучительству твоему. Бей жезлами, сожигая огнём, утопив в воде или рассеки мечом. И если у тебя есть иная более лютая муки, не ленись причинить их мне. Всё готов радостно принять ради любви ко Христу моему. Эти речи мученика воспламенили гневом свирепого мучителя. Он тотчас повелел растянуть блаженного на земле и немилостиво бить суковатыми палками. Слуги били с простотерпца Христова столь жестоко, что многие части раздробляемой плоти его вместе с палками поднимались в воздух. И всё место, где мучили святого, обогрилось кровью. Доблестный же страдалец мужественно переносил это мучение и, возводя умные очи свои на небо, говорил «Благодарю тебя, Владыка Божий, что сподобил меня крови моей очистить от грехов моих, в которые по немощи человеческой впал я после святого крещения». Сыны погибели, слыша молитву мученика к Богу, исполнились ещё больше ярости и жестоко били его до тех пор, пока не умолк его голос. При наступлении вечера правитель повелел едва дышавшего мученика связать двумя цепями, бросить в темницу и стеречь до утра для сильнейшего мучения. А так как мученик от лютых ран не мог идти сам, то его повлекли как некий труп и ввергли в узилище. Наутро звероподобный мучитель, севший на обычном судейском месте, повелел привезти святого мученика Иоанна. Страстоперпец Христов предстал светлым лицом и радостной душою. Рыжгнув на мученика и увеляв светлое и обрадованное лицо его, нечестивый судья весьма удивился, как после столь лютого мучения обрицается в нём душа, и он веселится, точно не потерпел никаких страданий. «Видишь ли, Иоанн», сказал он, «до какого бесчестия довело тебя твое непокорство! Едва не лишился ты сладкой и всем людям более всего существующего любезной жизни!» «Впрочем, если ты окажешь повиновение моим разумным увещанием, того готово тебе! И здравия в течение многих дней будет поврачована твоя израненная плоть, ибо есть у нас весьма искусные врачи, пришедшие из Индии и Персии. Если же и далее хочешь пребывать в христианстве, то знай, что ещё большее зло ожидает тебя!» Святой мученик отвечал, «Об израненной плоти моей я немало не заботюсь, о судья, поскольку внешне наш человек тлеет, поскольку обновляется внутренний, как говорит великий апостол Господень. Об одном имею я попечение, претерпеть до конца причиняемые мне от тебя муки в укрепляющем меня Христе, который сказал, претерпевший же до конца спастётся. Если ты изобрёл на меня ещё какие-либо муки, причиняя их мне, ибо первые, наложенные тобой на меня, раны, вменились мне в ничто. Посрамлённый этими мудрыми словами святого, безумный мучитель затрясся от гнева и, спустив рыкание, как зверь, повелел снова простереть мученика на земле и бить ещё более жестоко. И долго слуги беспощадно били страстотерпца, сменяя друг друга так, что и внутренности мученика были изранены. Он же, шепча устами, творил молитву к Богу, когда из немогли воины, бившие тело, облекавшие адамантовую душу, и люди всех возрастов, собравшиеся смотреть мучения, стали кричать на скверного судью, осуждая его немилостивый и суровый нрав. Тогда мучитель повелел привезти дикого и свирепого коня, крепко привязать к его хвосту ноги мученика, а одному из воинов севши на коня гнать его по городским улицам и влачить христово страдальца, пока конь будет в силах бежать. Так влачили святого по всему городу, и было горестно благочестивым очам видеть это. Когда же всадник, влачивший святого, достиг жилищ иудейских и скакал по улицам их, то толпы иудеев ругались над влачимым мучеником. Эти злобные люди, видоизменяя лица свои, с криками бросали в него кто что имел в руках, творя бесчинный и нелепый смех. Наконец один из иудеев вбежал в дом, схватил обнаженный меч, настиг влачимого святого и отсек ему честную главу. Так подвиг, предав святую свою душу в руки Господа своего. 1340 год. Честное тело его вновь отвязал от конского хвоста воин и бросил на том же месте. И лежало оно с отцеченной головой без погребения и призора. И никто из христиан не решался прикоснуться к нему, боясь ярости нечестивых. Когда настала ночь, можно было ясно видеть дивное чудо. Над телом мученика лампад, и три светоносных мужа воспевали неизреченное священное песнопение и творили кождение. И стол погненно утверждался над честными мощами. Это чудо видели многие. Один иудей, дом которого был близ того места, где лежало многострадальное тело, думал, что это священники христианские пришли поднять его и предать обычному погребению. Он взял лук и стрелу, приблизился туда и желая застрелить одного из видимых тех мнимых священников. Положил стрелу, затем с усилием насколько мог натянул лук. Когда же он хотел пустить стрелу, то стрела с тетивою прильпнула к пальцам его правой руки, а лук к левой руке, и он не мог не пустить стрелы, не освободить рук от лука и стрелы. И так страдал этот еврей змеи на исчаде всю ночь. На рассвете стали невидимы чудные мужи, скрылись из толпы огненные лампады, и люди всех возрастов, сходясь на это место, видели окаянного стрелка, пребывающего в том же положении. Как натянул лук стрелою, так и остался связанный невидимой силою Божией, будто железными оковами. Против воли вынужден был этот иудеянин поведать как о всем виденном им над телом мученика, так и о возмездии, полученном им от Бога, за дерзновенную попытку к злобному делу. После достаточного оглашения этого чуда, руки его разогнулись, и он освободился от наказания. Правитель, узнав об этом, весьма устрашился, повелел христианам предать погребение тела мученика. Христиане взяли его из чести, похоронили при своей церкви. Немного дней спустя фряг, который предал святого на мучение, захотел украсть честное его тело и отнести к себе на родину. Он уже раскаялся в злобе своей. Однажды ночью, выбрав удобное время, он пришел с товарищами ко гробу мученика, раскопал место, открыл гроб и хотел взять честные останки. Но Христов воин в это время явился во сне пресвитеру той церкви и сказал, «Встань и скорее иди к церкви, ибо хотят меня украсть». Тресвитер тот час же встал, поспешно отправился на место, нашел гроб раскопанным и открытым. Тело же святого едва не было унесено. Созвав благочестивых людей, он рассказал им о происшедшем. И все прославили Бога, прославляющего святых своих, взяв честные мощи своего святого мученика, внесли их в там святые мощи находились более семидесяти лет, и бывали над ними часто ночью и днем различные чудесные явления. Иногда показывался некий чудесный свет, иногда огненный столб, иногда неизреченное благоухание исходило от гроба. Проявлялись и силы целебные. Слух о том дошел заправившего в то время Молдав Лахии и по морям благочестивого христолюбивого великого воевода Александра, мужа, родителями и любившего мучеников, и весьма пожелал иметь у себя прибогатое сокровище, честные мощи святого мученика Христова Иоанна. По совету священнейшим архиепископом Иосифом он послал в Белград несколько вельмож своих с достаточным числом войск, и они незамедлили принести оттуда мощи мученика. На встречу вышел великий воевода со всеми вельможами, священнейший архиепископ с духовным чином и весь народ, радостно приветствуя приход мученика со святями, кадилами и благовонным миром. Великий воевода, преподая к раке святого, обнимал многострадальные мощи его, прикасался очами и устами к честным рукам мученика, и проливая радостные обильные слезы, молил святого быть хранителем его державы. Всевикой честью положили честные мощи мученика в святейшей митрополии, в стольном городе Молдов-Лахийского государства Сачаве, а бывших же тогда и впоследствии исцелениях, которые подавались и подаются от мощей мученика, одержимым различными недугами, оставляем, замечается писатель, говорит самим тем облагодетельствованным, да проповедует о полученных благодеяниях. Здесь же достаточно было сообщить, какие мучения претерпел святой Иоанн, как посрамил нечестивого грозначальника, какой понес подвиг и получил венец от руки подвига положника Христа. Таково было доброе приобретение святого Иоанна. Мало дал, но много приобрел, оставив, как бремя коварному мучителю тело свое. Устремился не в трапезонт, а в Вышний Иерусалим, в мученический лик, как мученик в лона Аврамова. Вселение святых в благие пристанища в нетленные чертоги, где предстал Тресвятой и Пребожественной Троица, которой слава, держава, честь и прославление и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова